Привет! С Вами снова Ярослава и сегодня в этом видео мы будем отсаживать деток от материнского листа. Вот наш материнский листик, вот такие уже крупненькие детки и наступила пора уже отсадить эти фиалочки в отдельные горшочки. А когда мы можем отсаживать фиалки? Когда у них уже появляется 2-3 пары листьев. До этого момента еще рановато рассаживать деток. Но как только уже 2-3 пары листиков сформированы, то есть листики уже крупненькие и это растение сможет самостоятельно хорошо усваивать солнечный свет, мы в это время уже можем отсаживать фиалочки. И хотела показать Вам еще такие вот листики бесхлорофильные, то есть у них это пестролистные сорта. Как Вы видите, у них совсем мало зеленый цвет. Здесь вот проявляется уже зеленый цвет, но здесь еще совсем мало. Вот такие вот деточки. Если мы их сейчас отсадим, то они сами не смогут синтезировать хлорофилл и постепенно-постепенно зачахнуть. Нам это не нужно. То есть Вы поняли, да? Когда уже они позеленеют, не будет больше зелени, тогда уже можно будет отсаживать. Итак, пусть сидят себе и наращивают зеленые клеточки. Итак, для того, чтобы рассадить этих детишек, нам понадобится, конечно, грунт. Я взяла классный. Просто обычный увлажненный классный. Горшочки, которые мы будем сажать с отверстиями. Я взяла пятерочки, потому что это будет миниатюрка в будущем. Стыканчики для фитильного полива и два шнурочка для фитильного полива. Итак, приступим. Для начала мы должны вынуть где-то из стаканчика. Для этого мы берем аккуратненько, обжимаем по периметру стаканчик и рассматриваем, что у нас здесь творится. Таким легким движением должны отделить материнский листик. Мы просто его должны потянуть вниз. Придерживаю деток. Вот мы его так отломили. То есть корешки у него еще есть, как вы видите, и мы его посадим обратно в этот стаканчик. Там смогут быть впоследствии. Если их присмотреться, там еще есть такая маленькая обечаточная почка. То есть оттуда будет развиваться детка. Итак, что у нас здесь осталось? У нас осталось в руках две детки. Вот таких два крепеньких малыша. Итак, для начала мы их освободим от земли. Эта земля старая, она нам уже не приоритется. Мы посадим их в свежую землю. Вот эти вот нижние листики, вот вы видите, они маленькие такие, неразвитые. Мы их тоже удалим. Так, одно растение. И смотрим, что здесь. И еще одно растение будет. Тоже удалим старый грунт. Уберем нижние листочки, которые уже будут портить нашу розеточку. Вот такую тоже уберу. Вот так. Итак, теперь берем фитиль. Продеваем его в наши биржочки. Фитильки продеваем через отверстия. Досыпаем немножко земли. И фитильки продеваем колечко. Вот таким образом. И досыпаем мунт. Так, досыпали. Сделали небольшую улунку. Аккуратно опустили корешочки. Чтобы они не примялись. И досыпаем улун. Держиваем аккуратно детку. Корешки хрупкие, могут сломаться. Нам это не надо. И аккуратненько так утрамбовываем землю вокруг. Укрутят буквально пару дней. И корешки разрастутся. Детка укрепится. Пока она еще слабенькая шатается. Так. И внимательно следим, чтобы не засыпать землей точку роста. Точка роста это те маленькие центральные листики, которые только-только распускаются. Вот. И вот нужно следить, чтобы земля не присыпала их. Потому что разъединяют. Ну вот, в принципе, одно растение мы уже посадили. Теперь ставим стаканчик. Опускаем. Вот таким образом. И потом будем сюда доливать водой. Через фитильок она будет тянут. Так. Второе растение. Насыпаем грунт немножко. Вот. Снима колечков. Уложили. Расправили. Насыпаем грунт. Делаем небольшую лунечку. Отпускаем корешочки. И засыпаем землей. Вот. Снимаем. Здесь еще досыпаем немножечко. Вот так. Томботник. 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 будет снимать деток не один месяц. Если вам нужно сорт размножить, то оставляйте его на будущее. Пусть себе растет. У меня есть листик. Такого классного. Такого сорта. Макс. Пицца пицциката. Такой кудрявенький. Кудрявенький. Он у меня вот стоит уже год в стаканчике. И продолжаем давать деток до сих пор. Я уже даже забыла, сколько я сняла с него детей. Они такие кудрявые. Мне очень нравятся галлисты. Вот. И просто жалко его выбросить. Пока даете, так пусть себе стоит. Вот этот листик мы тоже посадили дальше. Пусть теперь растет. Вот и все. Ничего сложного. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Если у вас остались какие-то вопросы, вы мне можете задать их в комментариях под видео. А если захотите пообщаться еще, можете найти меня в соц. сетях или на моем сайте. Контакты я оставляю, как всегда, под видео. До новых встреч. Пока-пока.